Зрители тратят баллы канала, заполняя шкалу тотема твич. Когда шкала заполнится, вы получите награду. Вот это прикол. У нас будет какой-то тотем с баллами канала. Так. Голосование начинается автоматически. Зрители смогут упростить ваше прохождение или усложнить его. Так. Вы можете устроить розыгрыш между зрителем и победитель получит право создать последователя. И дать ему свой псевдоним, который будет постоянно отображаться у него над головой. О-хо! Окей. Ну, короче, видимо, в ключевые моменты какие-то это будет работать. Разработчик Massive Games Store. Монстр. Хе-хе. Издатель Devolver Digital. Встать на колени. Ну, мы все прекрасно понимаем, что... Ну, это просто по сюжету надо. Мы бы так никогда не встали на колени, но... Надо так надо. Много лет ушло на то, чтобы выследить и предать топору всех ягнят в этих землях. Настал час последнего жертвоприношения, после которого уже никто не сможет исполнить пророчество. Еретик, заключенный в небытии, останется в вечном плену. Древняя вера будет сохранена. Так, ну это мы помним. Это мы помним еще с демки. Идем. Подойди ближе, не бойся. Тебя изгнали из мира живых, но твой путь еще не закончен. Эти скудаумные епископы думали, что казнь помешает нашей встрече. Однако же не отправили тебя прямо ко мне. Я верну тебе жизнь, но с одним условием. Ты создашь религию в мою честь. Договорились? Да, конечно. Тут вообще, ну как бы, без шансов. Культ олзо лэмбо. Ха! Здорово. Атака. Уклонение. Понасталят тут всякого. Ушли отсюда. Не, ну тут вообще, ну... Пока что, конечно, без шансов. Там дальше будет намного сложнее все. Погнали дальше. Не бойся, меня зовут Крысау. Когда-то я тоже носил эту корону, но те времена давно прошли. Мне поручено наставлять тебя. Мы находимся в землях древней веры, где за каждым деревом могут прятаться враги. Я должен отвезти тебя в безопасное место. Иди напрямик через лес, я буду рядом. Какой-то крот. Почему он в землю спрятался-то? Капец, тут все можно разрушить. Прям все, что только можно. Е-е! Одна монетка. Открыть сундук. Так я уже открыл. А, в смысле, свой сундук открыть. Денежный знак, который используется для самых разных целей. Ну, мы это в курсе. В нашей жизни примерно точно так же все работает. Денежные знаки какие-то выдают. Я только сейчас понял, что корона, когда я бью, она отлетает. И потом на голову мне приземляется. Прикольно. Приколдесс. Так, мы можем туда пойти? Можем туда пойти. А какая разница? Давай направо. Там белая пташка какая-то. Давай за пташкой пойдем. Ой. Да ну! Вы че? Так, ну пока я думаю, что никаких голосований не будет. Пока я не пройду пролог. Когда уже пойду основную проходить игру, тогда уже, наверное, появится это все. Я не знаю, дается ли мне за это. Что-то я помню, что, по-моему, трава, она была, ну, каким-то ресурсом, что ли. Если я не ошибаюсь. Блин. Не здесь будет, а в лагере голосование, да? Ну, сейчас до лагеря дойдем. Не, в лагере будет вот этот пьедестал у нас. Это я знаю. Можем назад пойти? Нет, не можем. Три монетки. Все. Эээээ... Ага. На нашем пути возникло неожиданное препятствие. Посмотри, сейчас принесу в жертву еще одно несчастное существо. Спаси его, и ему придется присоединиться к тебе. А, всемогущие епископы древней веры, примите эту убогую душу. Эй, кто посмотрел... Кто посмел прервать наши ритуалы и вторгнуться в священные земли? Какие тут священные земли? Какие ритуалы? Это мои земли. Вы здесь уже никто. Пришел новый король. Давай, малышек. Спасти. Ну, а там надел, наверное, кучу. Жил себе своей жизнью никчемной, маленькой. И тут бах, его в жертву приносят. А потом бах, приходит ягненок и его телепортируют в какой-то портал. Отсюда вообще может что-то вылететь? Зачем я это все разбиваю? Ну, если надо разбить, значит будем разбивать. Мы в безопасности, можешь вдохнуть, вздохнуть, точнее, спокойно. Алая корона позволяет перемещаться на большое расстояние с помощью таких рисунков на земле. Рисунков. Вот оно как называется, рисунков. Ты перенесешься туда, где когда-то стоял мой храм. Там ты взрастишь новый культ. До встречи. Медексу залетает цапка. От Эмтича. Я все про тебя рассказали. Спасибо большое. Огромное спасибо Эмтич за подарочную подписку. Огромное спасибо за подарок. И за пополнение, так сказать, отшельников наших. Видишь, от не стримил всего. Даже месяца не стримил. А, и все, подписывались. Все. Позабывали. Еретики побеждены. Эта земля очищена. А без божников. За шесть минут прошел. Шесть монет заработал. Ресурсы бывают там. Окей. Но это когда буду проходить, скорее всего, да? Выберите уровень сложности. Уровень сложности в любое время можно изменить в меню настройках. Рекомендовано тем, кто во всем ценит баланс. Рекомендовано тем, кто хочет отдохнуть в игре. Рекомендовано тем, кто стремится испытать себя. Рекомендовано тем, кому себя не жалко. Наивысшее. Что берем, ребята? Все, тогда среднее выбираем. Чтобы не застревать где-нибудь на час. Ты бери баланс, а мы усложним. Понятно, понятно, все с вами. Так, хорошо, идем сюда. Эта священная земля раньше принадлежала мне, но теперь она твоя. Здесь, на руинах былых надежд, тебе предстоит основать свою религию. Впереди много работы. Всех, кого ты приведешь, нужно будет обучить и посвятить последователе. Попробуй. Последователи могут собирать за тебя материалы. Прикажи этому рубить бревна, например, или добывать камень. Так, Чумбик, ну что, как ты тут? Пощады. А подожди, набор последователей. Ну-ка подожди, набор последователей. Разыграйте право стать последователем среди зрителей в чате. Начать розыгрыш. Леонид! Ха-ха! Ха-ха! Ну все. Идет создание последователя. А что, а мне надо создать его или что? Или, а, это Леня там выбирает. Так, давай, Леонид, собирайся. Ну, как бы, я знал, я знал. Леонид Леонидович. Добро пожаловать в последователи. Ля какой, ктулху. Красный ктулху. Блин. Еее! Выигрывает и создает. Вот такое у нас последователя. Продолжить. Так, принять. А, получается, каждого последователя мы сможем разыграть. Ну все, получается, принять. А что у него за способности? Крепкое телосложение. Последователь выздоравливает на 15% быстрее, когда болеет и находится на лечении. А также непоколебимость. Последователь игнорирует проповеди отступников. Ну, на него это похоже, кстати, я хочу вам сказать. Принимаем. Так, ну что? Ну, Леонидович крепкого телосложения. Иди камни добывай. Пускай камни добывает. Скоро это место станет сосредоточением силы. Только помни, что твои последователи не могут жить одними молитвами. Им нужно что-то есть. Собери нужные материалы и поставь походную печь. На ней можно будет готовить пищу. Так, соберите предметы, бревна. Мы сейчас ягоды соберем сначала. А вот это бревна. Так. Ой, что-то я слишком большое дерево выбрал, наверное, да? Что-то я передумал. Потом порублю. Четыре с пяти. Так, и нам что еще надо? Камни. Но камни там Леонид должен принести уже был. Леонид, где камни? Ладно, сам добуду. Так, все есть. Строим. Строим печку. Сооружение, на котором можно готовить для последователей пищу. Эту постройку можно возвести один раз. Так, печь. Куда мы ее поставим? Я думаю, что мы потом сможем ее обратно, ну, переставить куда-нибудь. Давай пока сюда поставим. А, она... Строить. Вашим последователям нужно есть, а обеспечить их едой можете только вы. Уровень сытости в поселении обозначается в левом верхнем углу экрана. Когда значок становится красным, ваши последователи могут умереть от голода. Ищите ингредиенты для блюд в походах. Прокладывайте путь через места с соответствующим знаком. Ну, короче, редиска какая-то и ягодки. И это значит, что там есть еда. Создавайте участки земли, чтобы собирать с них урожай. Семена можно найти в походах или приобрести. Про отпуск уже просто Владос рассказывал, поэтому повторяться уж не буду. Так, найти ягоды. Ягоды, ягоды. Шесть. Приготовить блюдо. Готовим. Идеально. Э, я блюдо не забрал. Оно же испортится. О, смотри, Ленич что-то бегает. Он пошел есть или что он? Куда пошел? Смотри, пошел. Ле, захавал. Ты посмотри на него. Ты посмотри на него. Захавал мое блюдо. Ленич, ты камень не принес еще, уже ес пошел. Так. Теперь нужно построить алтарь, но для этого потребуется больше последователей и, конечно же, монет. Тебе придется совершить поход в земли древней веры. Наш с тобой благодетель, тот, кто ждет, находится в плену у четырех епископов древней веры. Каждый из них охраняет цепь, удерживающую его в небытии. Мы узнали, как проникнуть в них владения. Твоя задача найти и убить их, чтобы освободить того, кто ждет. Иди же. В лесах ты отыщешь монеты и добровольцев, а тех, кто не склонит перед тобой. Колено ты поставишь на колени насильно. Не склонит. Такой довольный бей, да вообще. А что ему? Нормально, а что? Камни, смотри, как дай ее там. Ну, я ему помогу немного. А я могу ему помочь, типа, то же самое? О, да. Да, как бегает. Ну, работяга, хочу вам сказать. Ну, я видос уже залил, кстати. Леонид 005. Блин, это клевая штука. Так, ну что, пойдем первую проходить эту штуку, да, я думаю. Я не могу. Я не могу оставить Леонида одного. Мне хочется ему помочь. А как эту траву снести? Никак? Ага. Последователи оставляют здесь материалы в ваше отсутствие. А что вот тут что-то блестит? Мне интересно... А, оно все блестит, так. Так, ну что, пойдемте, короче. Подожди, отправьтесь в землю древней веры, накопите больше монет, найдите больше последователей и вернитесь. Все, пошли. Читать. Здесь была пролита кровь бога. Здесь смерть больше не желает ждать. Что это значит? Кого-то еще можно... Да, я думаю, что каждый последователь, который будет у меня появляться, можно будет разыгрывать его. И каждый раз кто-то из чата может... Ну, если будут желающие. Блин, жалко, что с телефона нельзя. Друзья, ребята, конечно, с тиктока, которые они практически все с телефона смотрят. А вы заметили, что последователи... Вот, смотрите, они там на коленях прям стоят. Так, Ленович, я, короче, пошел тебе пару искать, а то ты там пока один. Ой. А Леня не умер? Он что-то кровь свою отдал. Как будто бы... Чаще! Я тебе с браузера, там ПК-версия все окей. О, хорошо. Так, три сердечка у нас есть, окей. Чаще. Мне интересно, как будут происходить всякие голосовалки. Их надо тоже будет отдельно как-то включать? Мы можем направо пойти, можем читать. А, читать. Этими землями правит епископ Леший. Те, кто нарушают законы древней веры, будут стерты в пыль. Ага, ага, сейчас посмотрим. Пыль. Может, это вы пыль? Блин, я по привычке не на ту кнопку нажимаю уклоняться. А, ну да, я вижу, трава копится. А кости не копятся? Нет. Удобрение, трава, трава, удобрение. Трава, видимо, засаживать как-то, накопите больше монет. Так, подождите. Как интересно... Помощь, а что помощь еще-то? Пища. А, ну ладно, это просто типа как библионариум какой-то. Как первое впечатление, игра бомба. Мы проходили демку, и она мне безумно понравилась на демо-версии. Пока что мы идем по той же стезе, то есть я это все видел. Но игра прям, не знаю, мне пока безумно нравится. Он такой злобный, когда дерется. Да, да. Такой сначала улыбается, потом... Ааа! У него еще корона отлетает от него, когда он мечом бьет. И догоняет. Но мне нравится, что атака. Атака. А эту птичку можно завалить? Можно. Ха-ха-ха. Не знаю зачем, но я ее завалил. Опа. Это кто такой? Клонек. Славься, Агнец. Тебе одарована великая сила. Чтобы освободить того, кто ждет в небытии. Так сказали мне карты. Много столетий тому назад. А может это еще не свершилось? Я из покон веков раскладывал твои карты. И все же сейчас это случится впервые. Взгляни на эти карты. При каждой встрече я буду вытаскивать еще одну. Вытащенные мною карты дадут тебе силу. Так, какую силу, спросишь ты? Знакомую и неожиданную одновременно. Карты выберут сами. Влюбленные и истинное зрение. Влюбленные. Предположение, точнее, предложение сердца равносильно клятве верности. Плюс одна хп-шка или что это такое? Походу, плюс одна хп-шка. А истинное зрение слабостями нужно пользоваться. Вы можете нанести критический удар с вероятностью 10%. А здесь плюс одна хп-шка, я так понял. Вот вы сейчас можете голосовать, что мы берем или нет? Нет у вас права голоса. С 10% вероятностью крит урон либо одна хп-шка. Одна хп-шка это для слабаков, я считаю. Я считаю, что надо за крит урон. Нету? Блин, жалко, что нету. Вот тут по факту вот сейчас должна быть голосовалка, согласитесь, да? Именно в такие моменты чат и должен голосовать. Но сейчас посмотрим. Значит, где-то в каких-то других моментах. Один хп, не, ребят, один хп для слабаков, считаю. Крит урон, мы только на урон будем фигачить. Чтобы максимально... Спорить с картами все равно, что спорить с океаном. Все? О, посмотреть. Открытые карты Таро. Вы получаете пол хп, что-то слабое лекарство. А, это какие вообще бывают карты Таро? А как мы их открыли, когда мы успели? Добрый день еще раз, Андрюха. Вы можете получить сердце при убийстве врага с вероятностью 10%. Кстати, имба. Вы можете найти более ценные награды в сундуке. Неплохо. Вы все враги получаете двои... Ладно, мы потом будем... Ладно, не будем читать сейчас. Я не знаю, почему они меня открыты. Наверное, с бетки как-то или что? Все... Все должно быть так, как должно быть. Подожди, я... Разобью ему все тут. Все, что можно. Все, погнали. Получена каменная стена. Более надежная, чем костяной забор. Вы посмотрите на его лицо. Такой прям... Так, хорошо. Более надежно, чем каменный... Костяной забор. Требуется храм. Цена, один камень. А зачем тут стены, интересно? Напрягся так, что сейчас пукнет. Но я надеюсь, что не пукнет. Блин, красивые анимации, Рилли. Такой бах, закрыл. Просто для красоты стены? Ну ладно. Так, ну что? Это босс, я так понимаю. Накопите больше монеток. Что-то мы не накопили. Найти последователей. Ну, наверное, тут сейчас последователи... А, вот оно что. Здесь типа хпшка, здесь камни, здесь еда. Пошли на еду, наверное. Камни у нас и так есть. А еда, мало ли, тут какие-нибудь семена интересные будут. Что такое хп? Мы хп не тратили, поэтому тоже норм. Не, все-таки тут ничего нету. Тут ягоды. Из-за твоего стрима захотел ее взять. На самом деле, для этого стримы и создаются, чтобы вы могли посмотреть на игру и спросить мнение вот игроков. Как вам? И сделать какой-то вывод. Она очень милая и приятно играется на самом деле. Опа, трава. Хотя, кто знает, я же только второй мир стал проходить. Ну, да, там, может, будут какие-то нападения. А можно вернуться? Нельзя, да? Да, только вперед. Я понял. Так, ну, погнали, ладно. На самом деле, очень здорово, что моя атака прерывает их атаку. Это прям хорошо. О, мясо какое-то. Это подхилиться можно? Полный запас здоровья. Прикольно. У меня... С могилы! Это мясо с могилы, чтобы вы понимали. Что происходит? А-а-а! Кто ты? А, это леший. Кто же это? Тебе предали топору, как и всех твоих сородичей. И все же ты остаешься сейчас. Стоишь прям передо мной. Корона! Его сила! Неужели? А-а-а! Неважно, я все равно сильнее. Беги, пока не поздно, маленький ягненок. На самом деле, очень странное решение лешего. Сказать, беги, пока не поздно, маленький ягненок. Твоя же задача была его убить в любом случае. Почему ты сейчас прям не напал? Так, можно налево, можно направо. Куда идем, ребята? Можно вниз, можно направо. Куда идем? Или нам можно будет вернуться потом? Нам можно... Наверное, нельзя будет вернуться. Когда-нибудь скачивал пиратки? Ну, когда был малой совсем. Так бы все игры короткие были. Это да. Можно вернуться будет. А, ну тогда все. Тогда можно идти смотреть. Ага, тут еще одна... Вытащить карту Таро. Я слышу, как тусует колода. Точнее, тусует колода рука судьбы. Вы наносите урон всему на поле боя при получении урона. Больное сердце. Сердце, заполненное тлетворной скверной. Либо паук. От страха нет противоядия. Вы наносите дополнительный урон ядом. Вот это я считаю, да. Это имба. Беру. Даже спрашивать вас не буду, потому что, ну, я хочу. Судьба сказала свое слово. Кто к ней прислушается? Что это? Что это? Здесь твой путь завершается, крошка ягненок. Мои последователи готовы на все ради меня. Сможешь ли ты сказать тоже о своих? Да только что, только что. Просто 666 рублей прилетает от моего последователя во славу культа. Просто сдал этот. Хотел сказать металлолом, но это же не металлолом. Камни просто. Пошел, сдал камни. 666 рублей, бах, как с куста. Как с камня. А твои так могут, тебе твои донатят. Моя жизнь принадлежит вам, о, великий епископ. Заклинаю тебя кровью великих. Уничтожь алую корону. Так, иди нафиг. Амдусяс. Так слушайте. А йот-то наносит очень много урона, хочу вам сказать. Легчайший. Бедолага, это он тебя поработил. Сейчас ты у меня... Так, как думаете, кто это? Сейчас будет голосование потом. Пощады, пощады. Я хочу присоединиться к тебе. Кто чтит культ ягненка? Добро пожаловать. Последователь ожидает обучения. А чертеж можно взять? Можно взять 15 древесины, либо ожерелье природы. Вы за что, ребята? Ожерель, давай ожерелье. Окей, все. Полученное ожерелье природы. Природная красота видна даже в щепке. Украшение, помогающее последователю собирать больше материалов. Я понял, почему Леонидж за ожерелье проголосовал. Туда его. Охо-хо-хо-хо. 23 монетки, хорошо. Так, я тут все разрушил? Идем дальше. Мы прошли, получается, одну из четырех, да, я так понимаю, волн. Так, пойдем вербовать, короче, ребят. Сейчас, во-первых, мы сейчас посмотрим, кто это. А во-вторых, еретики побеждены. Ну, нормально, я так, на самом деле, насобирал тут. Шесть говна. Шесть какашек насобирал. Кто там какашками разбрасывался? Рад, что тебе удалось не только вернуться, но и привезти кого-то с собой. Твоя паства растет. Давай обучим новичка правилам и продолжим работу. Такой зелененький. Ну что, мой хороший, давай. Пощады, пощады. Начать розыгрыш. Давайте, ребята. Это будет... Два Леонида. Морозович, ну, е-мое. Давай, выбирай себе скинчик. Два пацана пока. Девчонки, ну, надо поднажать. Ну, что такое? Морозович, красава, теперь ты с нами. В нашей банде. Будешь тоже камни таскать. Или древесину. Ну, сейчас посмотрим. Может, ты будешь кашеварить? В чем ты хорош? Ты сразу вываливай свои эти навыки. О! Все. Зеленый чувак с рогами. Хорошо. Сейчас посмотрим, что у него есть. Вы получаете веру, когда строите хижины и шатры. Так, короче, он будет меня больше верить, если у меня будет хижина и шатер. Хорошо. Страх смерти. Вы теряете 5 единиц веры, когда умирает другой последователь. О! Морозович боится, когда кто-то умирает. Последователь выражает преданность на 15% медленнее. Ну, это Морозович. Это он. Это да. Все уже там говорят, да, да, нормально. А Морозович такой, что это? Что-то я не верю. Что-то я не верю. Это про него. Похоже. Так, хорошо. Принимаем. Здорово. Так, что ты? Давай, иди руби деревья. Последователи могут работать или молиться. Молящиеся последователи выражают преданность, которую ты будешь поглощать. Преданность должна где-то накапливаться, и для этого тебе нужен алтарь. Сам руби, не хочу работать. А, придется. Уже поздно. Все. Так, алтарь. Давай алтарь строить. Так. Место, где ваши последователи могут молиться. Давай. 30 монет. Пацаны, сходимся. Сходимся и давай. Ленечки рачит, Морозович. Но-но-но-но-но-но-но. Молодцы. Дать работу. А, нет, это я, потому что его отвлек. Все, давайте. Давайте все строим. Все втроем. Молодцы. Благословенный день. Теперь последователи смогут молиться тебе. Я направил сюда нового последователя. Поручи ему молиться у алтаря. Поглощай преданность, которая накапливается в алтаре. Она дарует тебе откровение. Опа. Ну, вот это Ксюха, мне кажется. Либо Яна, либо Ксюха. Сейчас посмотрим, кто это у нас. Пощадый, пощадый. Ленеч пробежал такой. Типа, я в кадре, я в кадре. Смотрите, это я. Так, ребята, еще один последователь у нас. Это секс-бомба. Я не угадал. Ну, секс-бомба тоже, кстати, никнейм такой. Ну, знаете, ну, двуякий. Давай, бомбич, выбирай себе персонажа. Подкрутка новичкам, Яна пишет. У нас два последователя. Это Яна... Ой, этот, Элён Ничеморозыч. Говорит, подкрутка новичкам. Ну, да ты шо? Так, секс-бомба. Чем ты там обладаешь у нас? Последователь получает уро. Уровни на 15% медленнее. Ну, новичок все-таки. Вы теряете 10 единиц веры после того, как этот последователь проходит обучение. За что? Ну, ладно. Пустите в культ. Сейчас мы тебя... Яна, мы тебя просто еще не освободили. Давай, иди молись. Преданность вашим последователям накапливается в лотаре. Поглощайте ее, чтобы получать откровение. Если алтарь заполнится, молящиеся прекратят поклоняться. Поглотите преданность, чтобы вернуть их к молитве. Получив откровение, откройте новые постройки для поселения у алтаря. Надо приготовить поесть что-нибудь, я думаю. Чтобы, если что, у вас было что-нибудь покушать. Короче, пацаны, выберите, если что, поесть, здесь есть. Я оставил. В холодильнике. Да, на самом деле он нормально тут молится. Блин, жалко, что твич вот эта штука не работает. Как же так-то, а? А может нам надо что-то... Ну не, вряд ли. Спальный мешок можно открыть или что? Или это храм можно открыть только? Здание, в котором можно читать проповеди и проводить ритуалы. Открыть. А сколько мне это стоило? Я что-то не могу понять пока, сколько мне это стоит. Участки земли, вот это надо. Требуется одно откровение. Еще на, понял. У меня нету, да? Требуется одно откровение. Получить 16 из 50. Так а я же получил уже недавно. А-а-а! Я только одно откровение получил, а надо было вон чего сколько. Открыть. Это что? Фермерский набор? Фермерский набор. Ферма. Место, где хранятся садовые инструменты, вы можете поручить последователям поливать всходы. Место для хранения семян, которые сеют фермы. Требуется одно откровение. А где эти... А, вон. У меня ноль. У меня ноль откровений. Я все понял. Я не понял, но я понял. 29 надо сейчас получить вот этих молитв, чтобы одно откровение у меня пооткрылось. Все, я понял. Так, надо тогда... Я думаю, что надо... Морозович, смотри, как дает. Для храма надо древесина. Так, сейчас пойдем заберем то, что ребята там наработали мне. Так. Мы можем храм построить? Эта постройка может возвести один раз. А мы можем построить... А, нужен храм. Нам храмы нужно построить. Все, тогда... Ну тут на дорожке не будем строить. Где-то построим вот тут вот. Пока что. Пацаны, давайте. Надо работать. Помогайте. Ля, как прибежали сразу. Секс-бомба только дает дальше. Храм, это сердце твоего поселения. В нем ты будешь читать проповеди, чтобы становиться сильнее и проводить ритуалы, чтобы влиять на умы своих последователей. Твой долг укреплять веру паствы. Если вера ослабнет, твои последователи станут инакомыслящими, а потом покинут тебя. Они готовы выслушать твое послание. Докажи, что тебе по силам вести их за собой. Войди в храм и прочитай проповедь. Окей. Блин, прикольно. Проповедь. Читай проповеди и передавай алой короне силу своих последователей. Так, сходочка. Это сходка подписчиков, ребят. Сила в пастве. Вера последователей делает вас сильнее. Черпайте у них жизненную силу во время проповедей, чтобы открывать новое оружие, способности и проклятие. Чем выше доверие последователей, тем сильнее преданность. Преданы... Тем больше преданности они выражают и тем быстрее вы открываете способности. Короче, все связано. Все взаимосвязано. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Так, у нас что есть? Сердце верующих. Вы получаете половину сердца навсегда. Ну, мы в любом случае по порядку должны прокачивать, да, чтобы открыть следующие прокачки. А что для этого нужно? Непонятно, что для этого нужно. Мы просто открываем, а за что, непонятно. проповедь. Ну, это да, хорошо, все. Я могу прочитать только одну проповедь в день. Все, расход. Расходимся, пацаны. Прекрасная проповедь. Ты обладаешь всем, чем славились великие пророки. Теперь я понимаю, почему тебя избрали на эту роль. Чтобы последователи вели себя так, как ты желаешь, нужно будет провозглашать заповеди. Возвращайся в земли древней веры и ищи осколки скрижалей. Только на них можно начертать новые заповеди. Блин, как все сложно. А, тут время суток еще есть, видите, с правой стороны. так, ребята, ну вы пока работаете, да? Давайте, может, я что-нибудь построю. У нас есть этот, землю, а, она такая маленькая, грядка. Давай вот тут вот грядки где-нибудь сделаем. Да боже мой, что оно так? Так. Это надо строить все? Да. Каждую? Ну, морожь с Леничем, вот они прям настоящие друзья. Вот посмотрите. А, ну да, настоящие друзья. Пошли хавать вместо того, чтобы мне помогать. Понятно все. Кто не работает, тот ест, называется это. Так, наверное. Реально пошли есть. Не, ну морожь подкрепился, все, пришел помогать. Молодец. Так, ну это, мне это очень нравится. Мало того, что здесь надо все строить, так это еще надо поливать. хавать. Так, все, грядки растут, морозыч работает. Так, секс-бомба молится. Ленич, ничего себе, Ленич тут скалу рубит. Хорошо, вот это что за какашки? Так, пацаны, кто насрал, ну? Пацаны, кто насрал? Не, ну, вот за вами глаз на глаз нужен. Антисанитарист способствует распространению болезней в вашем поселении. Заболевшие, ну, заболевших нужно, нужно прописывать лечение, иначе они могут умереть. Лежа в постели, больные будут медленно выздоравливать. Неубранные экскременты, рвотные массы, боже мой, и трупы могут вызвать эпидемию в поселении. Чтобы предотвратить распространение болезней, регулярно проводите уборку и храните, и храните мертвых. Боже мой, мне придется вас хоронить, мне придется вас хоронить, это что? Это жестоко. Вот это жестко на самом деле. Кто будет первым? Я не знаю. Надо, надо смотреть, чтобы тут нигде насрано не было. А удобрения я не знаю, сюда не сып... А, можно удобрять реально. А все, больше нет удобрений. Ребята, кто хочет покакать? Мне удобрения надо. Так, трупов нет. давай приготовим еще поесть, чтобы было у них поесть хотя бы одно что-то. Все, погнали. Погнали, ребята, дальше. Я уже Арсича похоронил. Жестокий ты. Так, а нам опять туда же идти, да? В чащу. Опа, у нас топор появился. Тесак отступников. Сталь, источающая неудержимую свирепость. Урон 2,4, но зато скорость в два раза меньше. А оно рандомно появляется, да? Ну да, он медленнее прям бьет. Ну ладно, это для нас не помеха. Ого, он бьет. он по радиусу бьет. Но очень медленно, но очень медленно. О, еда, отлично. Нам еда нужна. Трава тоже нужна. Обалдеть, он сильно бьет. зачистили всю территорию. Может, ага. Так, давай. Истинное зрение, вы можете нанести критический удар с вероятностью 10%, либо вы наносите в 1,2 раза больше урона оружием. Блин, да конечно. Все время наносить больше урона или только с 10% вероятностью дать крит. Все время. Это мне нравится. Но мне кажется, что здесь вот должен чатик тоже голосовать. как будто бы голосование должно быть. О! Опять леший. Ты упорствуешь, крошка ягненок. В твоих словах ложь, а твои мысли страх. Алая корона вновь вернулась из небытия, но увенчала голову ничтожного создания. Э, малышка. Костя, приветики. Привет, здорово-доро. Наконец-то я тебя нашел. У меня добрые вести. Тот, кто ждет, оценил твои успехи и решил открыть тебе одну из способностей короны. А что, что надо сделать? Теперь при убийстве врагов ты будешь накапливать усердие. Его можно расходовать на проклятие. Усердие представляет собой силу праведного гнева, который накапливается по мере сражения с безбожниками и позволяет накладывать проклятие. Чтобы накапливать усердие, убивайте врагов и собирайте сферы. Ага. Но они так-то на самом деле долго накапливаются. О, сердечко. Какой-то доп сердца собрал. Это то, что я скинул на английском. Ну, в принципе, так я и перевел, что, типа, они знают о проблеме на перегрузке серверов, скоро обновлят, обновятся, типа, спасибо за терпение. Но просто если у человека работает, то как будто бы ну должно может я реально что-то не сделал. Так, бревна вот здесь как будто бы последователи, да? Или что там? А тут секретик. Не, я иду к последователю по-любому. нам нужен последователь. Мне нравится, как хрустят их косточки. Слабые, жалкие создания, но такие вкусные. смотри, что у меня есть в лесах столько всего вкусного. Это я, пожалуй, оставлю себе. А я проголодался. Мне нравится, как хрустят их косточки. Купить за 22 монеты. Я у него монет натырил. это очень дорого мне обошелся этот последователь. Мне даже интересно, кто это будет. Я ему тут просто разнес все. А он Джокимива, Джокимива. Ага, так у нас еще один. У нас два последователя будет, ребята. Червь всегда голоден, но он не может насытиться. Он пожирает нас, но такова цена защиты. За спокойствие в наших лесах мы готовы отдать все. Ух ты! маг какой-то. Ау! Это тоже я. так, спасаем. Последователь ожидает обучения. последователи всегда ожидают обучения. Мне не нравится только, что секс-бомба там это... А, нет, он... Подожди, секс-бомба теряет веру, когда я обучаю всех последователей или только когда его обучал? Для того, чтобы быть последователем в игре, у меня должна быть куплена игра. У меня? Нет. У тебя должно быть расширение настроено. Вот справа там такая иконочка. Там доступ нужно дать. У тебя просто на экране появится принять участие. Последовательности... Ну, короче, сейчас увидишь все. Сейчас пойдем в лагерь, и там ты все увидишь. Так, что тут у нас? Украсть преданность. Ха-ха, приколдесс. Ха-ха-ха! Мы еще и сломали ему этот... А, так он распанавливается обратно, прикиньте. А можно его навсегда сломать? Ладно, походу нет. Так, что у нас тут? Многие тысячелетия назад здесь обитали сонмы, божества и их адептов. Какая напасть опустошила эти земли. Увы, животным свойственно забывать, а божествам уходить забвение. Может, они ушли, а может, уснули. Может, они поглощали и были поглощены сами. Уцелевшие же пустили корни, растянули паутину, возвели дома для себя и своих последователей. Когда-то этим краем... Так, а почему десят... А, так это епископы эти боги или нет? Когда-то этим краем правили десятки божеств. Сотни. Теперь же... Это же божества, вот эти епископы, да? Осколок... А какой из них взять? Здесь корона нарисована. Я возьму средний. А, можно все взять. я понял. Тогда вопрос исчерпан. Вы собрали достаточно осколков, чтобы восстановить скрижаль. Скрижали позволяют вам провозглашать новые заповеди перед своими последователями. Собирайте скрижали и проводите таинства в храме, чтобы пополнять книгу заповедей. А заповеди это типа убей, согреши, не накорми ближнего своего, да? Интересно, что там будет по выбору. Мне очень интересно, что будет по выбору, Лили. Что-то я здесь долго, третий день уже иду. Но топор мне не особо нравится, слишком медленный какой-то. Так, карта Теро, телескоп, вы видите все находящееся на карте, либо паук, вы наносите дополнительный урон ядом. До паука что мне видеть тут на карте? Мы сейчас уже к этому, к боссу придем. У нас, короче, усилин... А мы можем посмотреть где-то свое оружие вообще? Где-то на белом свете. Да. Урон 2,8, скорость 0,5. Урон 2,9 вот этой пылающей штукой. Нормально. А тут еще закрыто. Способности закрыты всякие. Так, ладно, пойдем дальше. Валифор. Ой, блин. А вот так вот, да? А! Да боже мой! Что происходит? Да как он? Я не понимаю. Он достает до меня каким-то образом. Блин, нельзя. Ну, он нормально меня так отмудохал немного. Я решил проверить, могу ли я отбивать вот эти штучки. Но получается, что не могу. А прикинь, я много очень хп потратил на самом деле на него. Так, у нас есть 6 камней, у нас есть большой подарок, либо 8 семян. Подарок берем? Ну, я тоже за подарок, потому что все тут понятно, а подарок непонятно. Там интрига. Ну, давай. Одна монета. Там была одна монета, ребята. Одна монета. Нас обманули. Я думаю, на это расчеты был. Нас просто заскамили. Я тоже повелся. Да, я думаю, что на это расчеты был. Так, нам сюда, да? Но мы можем, как вы видите, мы можем продолжить играть дальше. А можем вернуться. Блин, не обязательно возвращаться, можно было дальше идти проходить. Ну, ладно. Последователь нашли, надо вернуться. Приветствую, Агнец. Кажется, я не ошибся, когда спас тебя от смерти. Я буду следить за каждым твоим шагом. Постарайся меня не разочаровать. Это вот он мне хотел это сказать. Ну, ты серьезно, чувак. Так, что тут с моими пацанами? А не зря, кстати, я вернулся. Они голодные. И поливать надо. Что такое? Позвольте отвлечь вас на минутку. Леонич, да позволяю. Наше поселение растет день ото дня. Пора дать ему название. Как называется поселение? Что, как называем, ребята? Давай картошка с грибами. Если поместится. Понял. Блин, немножко залазит. Ты картошка, мы грибы. Непонятно, как это работает. Картошка с грибами. Звучит красиво. Ну, все. Грибулики вы мои. Субтитры сделал DimaTorzok